Решил картинку подснять красивую. Вау! Вау! Салютики, ребят. Новый влог. Дожди пошли, но и уборка пошла. Управляющий уехал в отпуск на две недели. Сказал полностью кормить животных, убирать за ними. Понятное дело сад. Чтобы сад был красивый, мы идем. Плюс-минус здесь, конечно, надо еще кое-что убрать, но есть что посмотреть. Смотрите, что делать нужно. Была вот такая красота. Убираем листья по всему кругу. Огромная территория. Нужно убрать все. Поэтому покажу, как я это делаю. И сколько за это, как главное, платят. Это важно. Кто хорошо работает, тот хорошо ест. Правильно, Милус? Уже третий день идет дождь. Не получается работать. Это, конечно, основной минус работы на улице. Когда идут дожди, люди ничего не могут сделать. Это просто... Я вот понял, что вот все, кто выезжает, разве что только клининг, он может работать. Доехал, выгрузились, что-то сделали и все. Поэтому приходится вот так с мелким дождем готовить опять рыбку. Но правда на углях кайфово. Пока папа готовит, мама готовит нам шарлотку. Очень вкусно. Попробуем. Немного крапивы мы убираем. Ребят, скажу честно, ломаю себя настолько сильно вот этой работой. Она мега тяжелая, мало оплачиваемая. Работать за 6 долларов в час, ну я бы не хотел, быть честно. Но вот здесь вот я меняю все, потому что крутить баранку там или пару человек работать на тебя, это легко. Вот это тяжело. Я не представляю вот люди, которые продают помидоры, огурец и так далее. Какая цена должна быть? Яблоки. Я вам покажу, я должен яблоки собирать, сливы еще. Вручную все это. Это конечно. Поехали. Все вручную, ребят. Все вручную. Так, ну мы пришли. Убираем сад. Саня поговорит, что с такими успехами, как я это все делаю, скоро можно будет свою агрофирму открывать. Там, я не знаю, кликнуть компанию, потому что уже все шарим. Я вам покажу, что я еще буду делать. Смотрите, не переключайте. С чем нам приходится работать? Часа два. Вот такая прекрасная тележка. На такой тележке даже можно катать моих хейтеров любимых. Работа просто адская. Не знаю, я честно не смог бы работать все время. Лучше нанять 10-20 человек, давать им работу, возить их, чтобы они работали. Потому что местные люди, которые не привыкли к огороду, эта работа, мне кажется, все-таки не для них. Приехал я на СТОшку поменять колодки. Здесь автобаны и как-то колодки стерлись гораздо быстрее, чем мы планировали до продажи. Думал поездить еще на них. Нашел ИСТО. Здесь работа стоит 600 крон в час. Люди работают не спеша, медленно. Вот у меня для понимания в уборке либо в саду стоит 150 в час. Скажите, почему сам не поменял? Во-первых, у меня инструментов нет. Во-вторых, это колодки. Ездить здесь далеко и куда-то и потом ехать жене 1500 и вдруг что-то не так. Не хочу рисковать, тем более эта машина не Жигули. Такие номера не пройдут. Сегодня парень с Украины вот работает здесь. Слава богу, хоть полегче, потому что с переводчиком плюс какой-то ломаным английском с кем-то общаюсь здесь. Было очень сложно что-то объяснить. Вот показывают колодки, вот надо поменять. И плюс я ждал, ребят, неделю, чтобы колодки поменять. Хорошо, что я раз в неделю в магазин езжу и практически никуда не езжу. Здесь по месту может быть 5 километров проедусь. Там 10 вот такого плана. Поэтому нормально. Меняем. Поменяли мне колодки. Цена вопроса стоила 600 их иных крон. На наши гривны не будем переводить это бессмысленно. Посчитали как час работы, но могли посчитать в принципе и меньше. Потому что пока поставили машину, пока там то. Они медленно работают. Я узнал, что в основном они работают на зарплате. Вот. Но берут деньги как бы по часовке. Вот в этом есть минус. Вот. Украина сработает от выработки. Поэтому я думаю он зарабатывает больше. Потому что он вот стартер поменял быстро. Зачем ему кучу времени на это тратить, если он может это быстро сделать. А так они медленно очень работают. Ну такие всегда вот они медленны. Как я всегда говорил, ребят, не такие быстрые, как мы. Что мы хотим, чтобы у нас что-то менялось, двигалось быстро. Все. Продолжайте смотреть. Дальше убираем. Ну я уже познакомился более-менее нормально с животными. Александрочка, заходите пожалуйста. Привет кенты. У нас куры. У нас овцы. И у нас ослы. Вся эта бригада моя. Так. Моя работа кормить. Убирать пока не надо, слава богу. Не знаю почему. Но сказали, что убирать можно, чтобы я не убирал. Так. Грязюка жесть. Купить бы нормальную обувь, то в таких педалях работать не камильфон. Так. Будут скоро доставать новые тюки с едой. Опа. Так. Достали. Закрыли. Сегодня воду надо набрать им. Один. Раз. Нужно найти второе. Ну кенты мои идут. И второй пришел. Сначала переживал. Честно скажу, сначала переживал по поводу этого всего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все пацаны. Мои хорошие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, водичку набираем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вся братва в сборе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, достаточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, какие яички чистенькие, большие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красавчики. Давай, заходи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На, на мой малыш. Сань, ты мне обещала фотку сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, мои хорошие. Отдыхайте, кушайте. Такие красавчики приехали к нам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошие. Красавчики. Посмотри, какая муха сидит, Саша. Смотри. Капец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот вам, ребятки, новая работа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сборка винограда. Будет фреш. Будет, как называется этот? Напиток этот модный. Бурчак. Будем бухать. Бурчак. Бурчак, 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 бурчак. Бурчак. Вон, Мартин работает, помогает нам. Ну, тут работы валом, ребят. Мы изучаем новые темы, новые бизнесы. Для реализации, как, Саш, в Украине. Пришел я в гараж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, подожди, нам какая лестница нужна? Сегодня мы будем собирать сливы и яблоки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Новый день, новые возможности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идем собирать. Сегодня у нас новая темка. Есть что собирать. Прекрасные игрушки. Но их пока еще рано. Говорят, что они не доспели. Поэтому мы будем собирать другое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, ребятки, и утренняя сборка. Просто все собирается руками. Нельзя, чтобы они падали, потому что потом будут гнить. Кто собирал, тот, наверное, знает. Все, процесс пошел. Собираем. Так скажу, ребят, вот этот весь труд, новый опыт, который у меня, он очень интересный. Я вам скажу так, это нелегко вот это все делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, мы это делаем. Парни, а по поводу сбор сливы, это вообще отдельная история. Поштучно, все потихонечку, все складывается и все носится потом в погреб на зиму. Ой. Ну, вид какой прекрасный. И, кстати, туманы. Я хотел работать сегодня с 6 утра, встал, но туман был просто ужас. И не получилось даже работать. Ну, ребятки, правильно вы сказали? Мы все время отдыхаем. Тут все время. Главное пить козел, чтобы не козлиться. Ваше здоровье. Поработали мы до обеда, можем и отдохнуть. Ну что, ребят, так скажу вам, виноградная тема, это тоже тяжело. Плюс, когда хозяева вот так вот смотрят на тебя с камерами. Четыре камеры. Ну, чтобы ты нормально работал. Будешь плохо работать, депортация, ребята, депортация. Приехал аппарат. Вот как раз пособирали виноград. Сегодня дальше собираем. Будем фреш делать. Листья убираем за территории. Сейчас покажу, как это происходит. А так и все красиво. Вот так вот убираем всю эту красоту. Сашуль, скажи, что для тебя самое сложное? Уборка фруктов, сад или уборка домов? Для меня самое сложное каждый день это не уехать домой. Каждый день есть желание уехать домой. Вы ответ услышали. Напишите слово домой. Сашку отправим в Киев. Пусть ездит. Кстати, все убирается вручную. И вот эти все спецэффекты. Это на улице не жарко. На улице, кстати, сегодня солнца практически нет. Ну что, салют, ребят. Там уже начинается дождь. Все тещу для вас Гулпрошку десятую. Хочу понять, как лучше снимать. Вот байк. Все тот же. Мы начинаем ехать. Всем приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Я объехал дождь. Кстати, это вот самый богатый человек в Чехии живет здесь. Это почти все его поля. Все что вы видите это все одного человека. Вау, как красиво. Видите, как я объехал быстро. Это все движение. Но дождь все равно меня застал. Я не успел проехать свой круг. Фух. Жизнь, как эта река, ребят. Особенно, когда ты летишь за машиной на этом велике. Просто кайф. Не мог вам не записать видос, концовку. Мои личные выводы пока по Чехии, по Украине, вообще по странам. ЕС одно. Там, где вы живете, вы получаете деньги, снимаете квартиру, питаетесь. Возвращаемся на меня. И таким образом, ребятки, мы живем. Здесь мы снимаем дороже, допустим. Так, как и в Польше. Чуть-чуть зарабатываем, что-то откладываем. Много откладывают только те, кто живет в хостеле. И те, кто просто... Ребята работают очень много часов. Складывают деньги, привозят их в Украину. Начинают работать или в любую другую страну, в которой они живут. И откладывать эти деньги. Все элементарно просто. Не могу вам сказать ничего про Прагу. Про Чехию могу сказать, живу в селе. И поэтому здесь работы рядом нет. Доходность от четырех, максимум 6 долларов. В каждой стране нужно знать язык. Без языка вы ничего не можете делать. Вот тут просто zero. Просто zero. Грязные работы, стройки, водитель, такси и так далее. На грузовую машину я устроиться без знания чешского не смог. Причем это был мой запасной вариант. Работая на каре. Тысяча там, тысяча плюс долларов. Либо за тысячу там евро, тысячу пятьсот ездить в Германию. Может быть здесь по магазинам возить, работать. Как-то вот так вот. Не все так просто, не сказочно. Особенно подписчики, которые хотели выезжать, продавая машины. Там еще что-то. Какие-то схемы мутные. Ребят, надо подумать сто раз. Это не выезд на месяц, два, три. На полгода. Это вы выезжаете надолго. Во-первых, посчитайте выезд месяца, сколько нужно купить. Стоит ли этого? Я думаю, не стоит. Поэтому нужно быть там, где ты есть. Так как я здесь есть, но я здесь не могу ничем помочь. Мне приходится думать дальше. Не приходит никак. Месяц прошел по Канаде, как сдал биометрию. Пока ответа не привета нету. Но меня радует, что человек, который сдавал после нас на следующий день, он уже сегодня получил. Значит, есть шанс, что мы где-то рядом. А может вас к чему-то готовят новому. Всем спасибо за мой влог. Как всегда, ваш покорный, богатый или не очень. Пока никто не знает. Таксист. Пока.